Весна 83-го года. Почти 10 лет генерал Августо Пиночет единолично правит страной. Весна 83-го года. Пиночет пришел к власти в результате переворота 1973-го года, когда был убит законный президент-социалист Альенде. В первые месяцы правление хунты в число брошенных за решетку превысило 40 тысяч человек. По меньшей мере, 3 тысячи человек были убиты, казнены или просто исчезли навсегда. Режим Пиночета жестоко подавлял всякое инакомыслие. Казалось, вся страна была пропитана страхом. Люди боялись буквально всего. Их преследовал навязчивый страх. Все были крайне осторожны, ведь в каждой семье были пострадавшие от репрессий. Мы с мужем приходили куда-нибудь на вечеринку, но он меня ни с кем не знакомил. Когда я спросила, почему ты не знакомишь меня с людьми, он ответил, теперь так не принято. Стало слишком опасно тебе ни к чему знать их имена. Страх. Ужас. Когда люди напуганы, ими легко управлять. Если Пиночет и войдет в историю, то как воплощение террора. Десять лет диктатура держится на казнях, тюрьмах и похищениях людей. В 1983 году грянул кризис. Безработица достигла 30%. Чилийцы поняли, что им нечего больше терять, и впервые задумались об открытой оппозиции режима. Первые ростки этой оппозиции появляются в сердце чилийской экономики на медных рудниках Вандах. Шахтеры – это самые высокооплачиваемые рабочие, наиболее развитые и прибыльные экспортные отрасли промышленности. Их лидер – 29-летний Радольфо Сеги, бухгалтер-крупник, недавно избран президентом Национального конгресса профсоюза. Он призывает сделать первый шаг – организовать общенациональную завастовку. За 10 лет никто ни разу не решился протестовать. Мы хотели посмотреть, как отреагирует страна, готова ли она к этому. Мы хотели раскрыть людям глаза, хотели сказать, мы сможем, у нас получится. За неделю до назначенной забастовки войска Пиночета окружают шахты. Сегель понимает, как только забастовка начнется, ее утопят в крови. Оппозиция меняет тактику. Вместо стачки объявлен Национальный день протеста. За оставшиеся несколько дней нужно успеть поднять не только членов профсоюзов, но и всю страну. Я помню, то утро было заметно, что все кругом как-то замедлилось. Медленно ехали машины, медленно шли пешеходы, но пока было непонятно, что это. Может, люди просто прогуливаются? Или это какая-то акция? В полдень, наконец, стало ясно. Все действительно затормозилось. Город почти замер. Это стало очевидно. Наступил вечер. Никто не знал, чем закончится акция протеста. Она началась ровно в 8 часов. Робко и неуверенно. А наутро люди спрашивали друг друга, что вы вчера делали? Вы это видели? Да, мы были на улице вместе с соседями, мы били в сковородке, в кастрюле. Вдруг возникло чувство такого единения. И это в обществе, где каждый был, как остров, отрезанный от остального мира. На следующий день мы провели совещание и решили проводить такие акции каждый месяц. И так продолжалось 9 или 10 месяцев. Протесты каждый месяц. Власти не знали, что делать. Ведь протесты были мирными. Это придавало нам силы. С каждым месяцем протесты ширятся. И настроения в стране близки к эйфории. Люди начали верить, что одних массовых демонстраций достаточно для свержения диктатуры. Протесты умеренной оппозиции носят сугубо мирный характер. Каждый месяц полиция жестоко расправляется с манифестантами. Но запугать людей и покончить с движением не удается. В начале августа, за день до четвертой массовой акции, Пиночет назначает нового министра внутренних дел, Серхио Харпу. Ему приказано начать диалог с оппозицией. Но в тот же день в столицу вводятся войска. Зловещие прелюдия к завтрашним демонстрациям. Силы безопасности подавляют августовские манифестации с невиданной жестокостью. В официальном сообщении говорится о 17 погибших. В действительности их гораздо больше. В страну захлестнуло насилие. Я понял, что надо что-то менять. Так дальше продолжаться не может. Пиночет вывел на улицы Сантьяго 16 тысяч солдат. Погибло более 80 человек. Страна была на грани восстания. Потрясенное кровопролитием, новый кардинал Чилийской католической церкви предлагает свое посредничество в диалоге властей и оппозиции обещанным Пиночетом. На первой встрече Габриэль Вальдес сказал, что должен передать мне документ. Я отказался взять его, поскольку это ваш вариант соглашения. Вы написали его сегодня утром. Оно требует отставки президента и называет его незаконным. Если президент республики вне закона, то и мне здесь нечего делать, потому что я его представитель. О чем еще говорить? В ноябре Пиночет отмечает свой юбилей. Он приказывает генералу Харпе прекратить встречи с оппозицией. В своих уступках министр и так зашел слишком далеко. Разрешена ограниченная политическая деятельность, возвращение мигрантов, отмена цензуры. Диалог закончен. Нет, мы ничего не добились. Горько было сознавать это. Режим ни в чем не уступил. А Харпа потерял всякое политическое влияние. Верх в правительстве взяли сторонники куда более жестких мер. Расчет оппозиции на то, что Пиночет пойдет на переговоры об ограничении собственной власти оказался наивным. Демонстранты не смогли разжать тиски диктатуры, но показали Пиночету, что их не сломить силой. И создали политическое пространство для борьбы с режимом. В конце ноября 1985 года 500 тысяч человек собрались на политическую демонстрацию, самую массовую в истории Чили. Габриэль Вальдес выступает от имени 11 оппозиционных партий и католической церкви, вошедших в коалицию национальное согласие, целью которой был мирный переход к демократии. Вальдес предупреждает, если мы не поддержим национальное согласие, в страну ждет гражданская война. В самых бедных районах Чили, Пабласионес, война уже разгорается. Здесь кризис ощущается особенно остро, создавая идеальные условия для деятельности марксистской и коммунистической партий Чили. Далеко не все готовы сражаться с оружием в руках, но идея насильственного свержения режима витает в воздухе. Режим считает Пабласионес территорией врага. Здесь устраивают облавы на молодежь. Людей допрашивают даже на стадионах и в полях и бросают в тюрьму без суда и следствия. Многие из них навсегда исчезнут. Даже консервативная католическая церковь, обычно стоящая в стороне от любых политических конфликтов, выступила против вопиющих нарушений прав человека. Священники протестуют против пыток, убийств и похищений людей. Они призывают к ненасильственным методам. Если вы прибегаете к насилию, то вы вынуждены использовать силу, чтобы защищать себя. Созданное насилие можно удержать только с помощью насилия. Поэтому мы считаем, что сила – это оружие слабых. Ведь у них нет ни доводов, ни морального авторитета. То, что создано с помощью насилия, можно удержать только силой. Демонстрации протеста превращаются в побоище. Радикалы вступают в схватки с полицией, и это развязывает Пиночету руки. Оппозицию резко критикуют за ненасильственные методы борьбы. Когда любое ваше действие подавляет силой, всегда найдутся такие, кто считает, что бороться с этим можно только насилием. Но мы были убеждены, что насилием мы ничего не добьемся. В конце лета 1986 года на Чили нависла угроза полномасштабной гражданской войны. В пустыне на севере страны службы безопасности обнаружили склад оружия. Следы вели к партизанскому отряду, связанному с компартией Чили. Судя по маркировке, оружие поступило с Кубы. Для Пиночета это лишнее доказательство того, что оппозиция готовит революцию. Через несколько недель на горной дороге вооруженные партизаны нападают на кортеж генерала Пиночета. Государственное радио и телевидение сообщили о гибели пятерых охранников, но ни слова не сказали о самом Пиночете. Четыре часа спустя диктатор появляется на телеэкранах и рассказывает о нападении. Пиночет по обыкновению держится самоуверенно и совсем не похож на человека, избежавшего покушения. Эта история усилила ореол его неуязвимости. Мнение резко разделилось. Должно ли это стать настоящим восстанием, с оружием в руках, как в странах Центральной Америки, с большими жертвами и страданиями народа? Или же мы сумеем найти иной путь, который тогда оказался очень туманным? Начались поиски решения и выхода из создавшейся ситуации? В 88-м году был проведен плебисцит, предусмотренный Пиночетовской конституцией. Чилийцам дали возможность проголосовать за или против еще восьми лет военного правления. Пиночет слишком самоуверен и слишком далек от народа, чтобы хоть на минуту усомниться в своей победе. Но умеренная оппозиция, которая успела сформироваться за эти пять лет, знает, что настало ее время. Мы впервые осознали, останется Пиночет у власти или нет, решит референдум. Нам решать, голосовать за или против. Поэтому мы сказали, если мы подготовимся, если сумеем сказать нет, мы победим Пиночета. А мы сказали, как можно верить диктатору после всего того, что он сделал? И мы доверим ему подсчет голосов. И узнаем правду. Но мы понимали, иного выхода нет. И решили идти этим путем. Надо было сделать все, чтобы исключить подтасовки. Тысячи добровольцев отправляются в провинцию и начинают разъяснять простым чилийцам, что можно голосовать против, не опасаясь за свою судьбу. И что выборы будут честными. К агитаторам относятся с подозрением и недоверием. Чтобы создать видимость честных выборов, Пиночет и его генералы принимают новые законы. Любая оппозиционная партия, собравшая 35 тысяч подписей, может направить на участки своих наблюдателей. Это главная гарантия объективности выборов. Ей будет также предоставлено 15 минут телеэфира ежедневно за 4 недели до голосования. Я сказал, слушайте, если мы зарегистрируемся, я смогу попасть на телевидение. А когда я туда попаду, я заявлю Пиночету, что он должен уйти. Первое, что я хочу сказать господину Пиночету, после регистрации партии Лагос использует свой шанс, появившись в телевизионном эфире. Он демонстрирует газетную вырезку со словами Пиночета о том, что тот не будет выдвигаться кандидатом на референдуме. А теперь вы говорите, что обещаете стране еще 8 лет пыток, убийств и нарушений прав человека. Как же нужно любить власть, чтобы всеми силами цепляться за нее почти четверть века? Страстное выступление Рикардо Лагоса сразу делает его знаменитым. Оно также демонстрирует огромную роль телевидения в предстоящей кампании «Голосуй против». Самый сильный аргумент оппозиции чудовищные нарушения Пиночетом прав человека. В рамках кампании «Голосуй против» запланирован показ телевизионных сюжетов о тюрьмах, пытках и гибели людей. Но американские консультанты считают, что негативные образы прошлого могут навредить оппозиции. Они разработали кампанию, устремленную в будущее. Кампанию, основанную на самых жизненных проблемах. И в первый же вечер, когда телевидение показало эти сюжеты, за месяц до выборов, это стало огромным ударом для Пиночета и его сторонников. в последние 30 дни кампании. Что означало «голосуй против», «голосуя нет», ты говорил «да, демократия», «да, социальной справедливости», «нет беззакония». Был еще один лозунг. Счастье совсем близко. Это было приглашение к новой жизни, где народ будет хозяином своей страны. Мы понимали, что победим диктатуру не винтовкой, а пером. Что мы пройдем этот путь без ненависти, без вражды, без мести. Образ светлого будущего Беспиночета Стал ключевым в компании «Голосуй против» Они сумели растопить недоверие зрителей Живым напоминанием об ужасах диктатуры Люди спешили домой к телевизорам Я сама бежала домой, чтобы посмотреть эти репортажи Эти 15 минут, это был глоток истины Простую правду нам говорили простыми словами Пытки – это пытки И после стольких лет вранья по телевизору впервые сказали Да, людей пытали Да, есть нищета, есть бедные Есть старушки, которым не на что купить даже пакетик чая Скажем, нет нищете Субтитры создавал DimaTorzok 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 Используя данные выборки Наблюдатели от оппозиции проводят собственный подсчет голосов По телефонам и факсам данные поступают в компьютеры в Сантьяго К вечеру стало очевидно, что подавляющее большинство проголосовало против Маленькая независимая радиостанция объявляет результаты выборов Пиночет молчит, закрывшись в президентском дворце Все ждут официальных итогов выборов Опасения, что они будут фальсифицированы, растут с каждым часом В полночь во дворец прибывают главнокомандующие авиацией, флотом и полицией Командующий флотом Фернандо Маттеи говорит журналистам Похоже, что большинство проголосовало против Это публичное заявление звучит по радио Пиночету пора признать поражение Главной силой стали обычные... нет, необычные люди Они рисковали жизнью и не прятались У них была своя позиция Они сделали выбор Думаю, что мы живем в мире, где все держится на принуждении насилии Мы хотим, чтобы жизнь была основана на убеждении авторитете Личном авторитете и моральных ценностях Когда действуешь силой Вот если на меня направлен пистолет Я скажу и сделаю все, что угодно вам Как только пистолет уберут, я снова буду делать то, что хочу С каким восторгом люди переживали эти мгновения Ненависти не было Было убеждение, что это их общая победа Ни партизаны, ни харизматический лидер Никакая другая сила не могли сказать, что их роль была решающей То ночь чилийцев объединила победа, вклад в которую внес каждый из них Сколько их было? Семь миллионов Автор сценария и продюсер Стив Йорк Редактор Питер Аккерман Главный продюсер Мириэм Эль Зиммерман Монтаж Джона Риденмайера Композитор Джон Килтоник Операторы Питер Пирс и Ричард Кип Исполнительный продюсер Джаби Уолл Производство Йорк Зиммерман Инкорпорейтед И ВЭТ-ТВ Вашингтон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова